Начнём вот с этих книг. Эту я уже показывала, «Время и люди». Я участвовала в конкурсе, и здесь моё произведение называется «Вышка». Оно по реальным событиям немного взято за основу высотной вышки противопожарной, которая стояла в посёлке Рудни. Её снесли. Как только её снесли, начались пожары. И вот я поселила бабушку на окраине, и на эту вышку все забирались и назвали её как «Эфелеву башню» в этом месте. И кто-то не знал, что её спилили и на металлолом отправили. Все по-разному это восприняли и не сразу осознают, мне кажется, до сих пор, потому что какую потерю они понесли, потому что любой большой объект, он всегда оставляет след несгладимый в любом месте. И такая вышка, на которую молодёжь забиралась, она оставила очень серьёзный такой какой-то след, который ещё люди не осознали. Вот я пытаюсь это в этом произведении показать. Рассказ небольшой. И мы тоже забирались с мужем на эту вышку. Как только мы приехали в первый раз, он мне такой, значит, вот этот экшен делал, что мы забирались на вышку. И здесь множество других рассказов. То есть если кто-то любит короткий жанр, там, почитать рассказы, то есть вот годовщине памяти Гоголя, такой сборник, вот классики-современники. Где купить? Вот я оставлю ссылку на ВКонтакте, потому что это в рамках выпускал русский литературный центр, и он и распространяет. Кому интересно, вот такой вот сборничек. И второй сборничек тоже от Русского литературного центра – это «Гнига на лето». Здесь у меня стихотворение. Начала я его читать. Вот в прошлом году вот такой сборник они делали, и в этом году он популярный был, в этом году повторили, я в нем участвую. Здесь несколько разделов. Посвящен он детству. Проза для детей и подростков, проза для взрослых о детстве, рассказы и повости о любви, приключенческие истории, извините, и поэзии для детей. Вот в «Поэзию для детей» вот я, Танима Таник. Здесь у меня два стихотворения. Поэзия о любви и пейзажная лирика. Тоже почитать, знаете, летом что-то серьезное, большое, не всегда хочется читать. Я уже начала читать. Некоторые рассказы вот мне детские понравились, некоторые спорные для меня. Но это как всегда, каждое творчество заходит. И вот мне показалось, что очень удобно. То есть я в «Электричке» пару рассказов прочитала, пока ехала. Дома там легкие вот эти рассказы. То есть летом действительно вот формат рассказов очень удобно читать. Тоже ссылочку оставлю внизу. Смотрите в описании, как это все выглядит. И сейчас сначала вот эту книжечку покажу. Это методика. Вот как раз на презентации вот этой книги я читала стих с этого сборника и познакомилась с замечательным человеком Козырева, мадам Козырева из Белоруссии, вот, развивающий по методике ТРИС. Очень интересно. Она кратко упомянула. Я сразу к ней подошла, потому что я люблю, я знаю, что очень мало таких занятий, которые можно практически описанные купить. Вот это пособие для родителей и для воспитателей. И к нему идут такие, значит, комплекты по всем сказкам. Вот бабушка, дедушка, да. То есть все герои русских сказок. И с ними можно играть. Ну, то есть они в формате карточек. Это уже там плюс четыре, наверное, плюс возраст. Там, вверх ногами вам показываю. Посмотрите. Лисонька, волк, поросята, красная шапочка. То есть самые известные сказки она собрала. Видите, все заиллюстрировано. Все. И здесь идут разделы игр. То есть с каждыми карточками, как их комбинировать. Общие рекомендации для родителей здесь идут. То есть вы в домашних условиях, как играть ремок в сказку, повлияет на развитие вашего ребенка. То есть что, как, кратко о творчестве, с которым вы будете знакомиться. И различные приемы. Прием предварительное действие, прием копирования, прием наоборот. Видите, как интересно. Я сразу почувствовала, что мне нужно. Причем я ее купила только для того, чтобы вам показать. Мне уже не нужно играть. Но я знаю, кому я подарю уже этот формат. Потому что я знаю, кто увлекается ранним развитием. Игра Собери сказку. То есть здесь предложены с этими карточками игры. Это очень интересно. Игра Я Герой. Видите, вот разные-разные игры здесь представлены. Можно купить только у автора. Я попробую вам оставить ссылочку на ее сайт. Как это все будет происходить. Я не знаю, как это закупать из Белоруссии. Но кому-то это будет интересно. Потому что такие вещи очень сложно купить. Я ее спросила, есть ли в социальных сетях. У нее на плей-маркетах нет. Она говорит, у нее остались авторские экземпляры. Но мне вот 2009 год издательства, Москва. Мне бы хотелось, чтобы, конечно, такие методики побольше распространялись. Я люблю такие творческие методики. Поэтому я делаю обзор в поддержку автора. Я надеюсь, что у нее это все пойдет. И кто заинтересовался, ссылочки смотрите внизу в описании. И здесь быстренько я покажу Салтыковщий Дрин. Так, как мы попали на Салтыковщий Дрина? На Салтыковщий Дрина мы ехали... Вот в прошлом видео для меня прошел один день после путешествия. А у вас две недели. Потому что я двухнедельные влоги уже собираю. И мы случайно заехали по дороге. То есть мы не знали, что у нас по дороге будет музей Салтыковщий Дрина, где он родился. И туда мы зашли. Была прекрасная экскурсия. Я купила себе книжечку. Цитата Афари. Начала ее тоже читать в дороге уже. Господи, как все актуально до сих пор. Просто, во-первых, конечно, и биография его интересна была. Я не знала. В школе нам мало дают, да, Салтыковщий Дрина. Но все-таки что-то мы успеваем. И, в принципе, в школе осознать вот эту вот величину этого человека сложно. Я поняла, что мне сейчас нужно перечитать его произведение. Это же просто называется сказки. А на самом деле это все из опыта языка. И это сказки для взрослых. Поэтому я созрела. Думаю, надо перечитать вот такую вот книжечку. Благодаря вот таким случайным событиям иногда мы понимаем, что мы хотим, что мы хотим прочитать, что мы хотим. Я надеюсь, что вот мои такие обзоры, они тоже вас на что-то подвигают. И вы тоже что-то хотите и для своих детей, и для себя тоже. Ну что, посмотрим теперь дальше, как у меня проходила первая половина июлька. А началась она с моего дня рождения. У меня же в начале июля день рождения. Да, и еще. Вот я попросила письмо из библиотеки официальной. И библиотека, если есть такое письмо, у них на сайте можно форму заполнить. То библиотекам литературный центр может прислать экземпляры бесплатно для пополнения фонда. Для этого нужно написать заявку. Вот я в формате, ну так как рассказ вот Руднянский, я для них вот эти вот написала. То есть такое в свободной форме письмо, чтобы либо нужно прийти вот на встречу литературного центра. Обычно на их сайте они делают анонсы, вот принести это письмо из библиотеки. Либо, не знаю как это, потому что они меня знают, я вот с этим письмом, что я действительно это сделаю, отнесу книги, вот книги «На лето», «Альманах и Родина», все эти книги по времени, не все они вышли, эти книги, которые у меня здесь написаны. Но по мере того, как они будут выходить, я, надеюсь, я соберу несколько книжечек вот в библиотеку Руднянскую вот эту отправлю. Потому что современная литература вообще очень плохо пополняется в библиотеках. Вы сами понимаете, автору современному надо как-то пробиваться. Поэтому, если вы работаете в библиотеке, то знайте, что нужно найти сайт «Русский литературный центр». У них есть закладка для библиотек, заявка, прям форма есть такая. Попробуйте, может получится, и будете получать тоже эти же книжечки для библиотек, чтобы другие люди читали. С днём рождения тебя, с днём рождения, Дьямама, с днём рождения тебя. Нескончаемое счастье, когда радуешься дождю, потому что жара спадает, и ещё потому что успела бельё снять как раз. Прям вот притык, а у меня одеяло там. Я вообще все подушки сейчас буду перестирывать, спальники. Ура, я успела! Мы решили, что нам нужно две раскладушки. Пришли за одной, уходим с двумя. На них так хорошо лежать. Посмотрим, как они себя зарекомендуют уже в походе. С купальниками все страшные, и у всех жопы вот такие вот. Закрой жопу, жопа что-нибудь должна сгорать? Вот, извините, бровеслов нет. Третий магазин я покажу. Что-то я совсем плохо блогерствую, показываю покупки реже, чем их делаю. Но я купальники прям хочу показать. Смотрела на модель, хотела прямую. Знаете, загорать без лямок когда. То есть у них лямки такие. Вот. Так мне понравилась модель. У меня была до этого. Но все приходит в негодность. Она такая стала уже, выцвела. И я скажу, что она мне прижимала к груди. А эти, во-первых, здесь вставочки хорошие. Во-вторых, у них какая-то вот эта вот тряпочка, что у меня грудь не прижимает мою маленькую. А вот эти в жизни лучше, чем на картинке. Вот даже я сейчас снимаю. Потому что сфотографировано, не видно, как они блестят. В общем, теряется та картинка, которую вот эта сеточка создает. То есть я прям рада, что реальнее он красивее. Этого уже беру не первый раз. Посуду мыть не запаха никакого. И все, можно и овощи мыть. В общем, когда прям мне нравится. И объем большой. И тратиться чуть ли не на год мне хватает. Это еще не пробовала для мембраны. И велосипедки купила для туник. Кстати, тунику тоже купила. Пошли стричься с мужем. У мужа не было мастера мужского. Хотели муж постричь. Я говорю, ну давайте женского меня постричить. И там рядом секонд-хенд. Иногда бывают прикольные вещи. Вот сейчас буду мерить вот эту тунику. В общем, мне под туники нужны были велосипедки. Вот попробую. Выбирала-выбирала. И яркий, и не совсем броский. Ну, в общем, когда сто требований к одной вещи. Был у нас пла. В результате этого я сейчас буду есть пирожки. Пирожки в дорогу для Кости. Это гостинцы. Называется. Куда он доедет перевозчиком. Но у нас... Мы решили попробовать арбуз. И у нас у всех здесь беда с животами. Костя остался дома. А у меня не беда с животом. И я все теперь это буду есть. Все вкусняшки. Постриглась. Махры вот эти. Убрала свои. Постриглась как обыкновенно. Здесь вот все, что моталось, мне не нравилось. Потому что... Тут у нас глашка называется. А не нравилось... Он свет. Не нравилось, потому что... Они выжженные. Концы. Я давно хотела их стричь. А здесь еще живенькие волосы. А на солнце они вообще стали очень жесткие. И я их маслом мажу, мажу, мажу. Да бестолково. Легче отстричь. Ну, отрастут. У меня все равно примерно такая длина моя. Расскажу историю. Которую я сегодня с Костей отправляю. Так как у Кости заболел живот. Из-за этого он не поехал за Димой. Его реально рвало. Ну, то есть купили арбустик. И папу и Костю вот скрутило. В результате он не поехал. Я хотела, чтобы он за Димой съездил. Приехал. Договорилась с другими. Видишь, мне его привезут. Хорошо. Туда не поехал. Выздоровел. Я говорю, езжай тогда к другой бабушке. Там помощь нужна. Он ворчит. А туда он не хочет, потому что там нет интернета. И заворчался на меня. Сегодня он такой. Все, я ушел. И ты не будешь знать, где я. Через 10 минут возвращается. Сандаль порвался. Я смотрю и думаю. Ну, Господь тебе дает знаки. Что не надо вот это ерничать, ерепейничать. А по-человечески поступать. И интернет самое главное. Мама, где у меня еще были сандалии? У мамы да. Пока с мамой. В общем, вот это вот у нас взросление сепарации. Жестко происходит. Ой, Господи. Жара. Ну, вот это вот. Супер. Ну, вот это вот. Ну, вот это вот. Мой сынуля любимый взял вот так вот уголочки, 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 уголочки. Подчинил мне мою коробочку. Подарок мне на день рождения. И теперь я всё обратно сложу. У меня есть коробочка моя любимая. И она теперь крепче, чем была. Запрыгивай. Давай, обживай новую коробку. Нет? Мы, кстати, коробки игнорируем. Нам вот туда надо. Она нам тут мешает. Убирайте её. Что это такое? Вдруг у нас получилась генеральная уборка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Добрый вечерочек, ребятки. Да? Поприветствуем. Таня Матальевна. Поприветствуем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Таня, что удалось летом такое топовое совершить, от чего вы в восторге? Просто как я же это сделала? Я взяла и сделала это. Ой, без спроса. Без спроса. У меня с младшей бабушки, у меня всё было. Ууу. То есть сон, сон, сон. Летний сон. Да, летний сон. Какие планы на лето ещё? Ой, планов мы ещё поедем на ОПА. И основной сейчас, конечно, мы вокруг этого поездки, вокруг этой поездки всё выстраивается. Кстати, у меня тогда упало же полностью. Я последний раз, когда у вас была на весеннем сезоне закрытие сезона. И что, упала? У меня вот такая вот нагадка. Да, я отходила ещё очень долго. Да, Таня взлетела на сцену с падением небольшим. У нас были участники со сломанной рукой, со сломанной челюстью. Это вот реальный факт. Ну что, Таня Матаня продолжает, ребятушки, дорогие дети. У меня выступление с двух таких частей. Во-первых, у меня был день рождения чуть-чуть. Я футбол про это, про возрастление. Да, второе день у меня, прямо неделю назад. И второй полк – это турнир поэтов. Здесь прекрасная атмосфера. Я обожаю «Рифмос» и очень благодарна ему. Но вот дёрнул меня год назад подать заявку, и сейчас она вот реализовалась. Кто на стихи.ру публикуется? Есть у нас? Да! Знаете, что сейчас там турнир поэтов сейчас начался? Нет, ну вот он идёт. У меня сейчас как раз, я во втором туре, ну, второе видео на главной странице. Посмотрите на стихи.ру, посмотрите и проголосуйте тогда за участников. Это такое академическое такое, очень сложное, потому что там критики в открытую вам говорят, что у вас не так с вашей поэзией. Вот. И я благодарна «Рифмосу», что мне позвонили, сказали через три дня съёмки. Я такая, я всё читала, всё, что учила, к «Рифмосу», всё, что знала. Спасибо «Рифмосу», потому что он мне дал огромную энергию, огромную способность выступать. Спасибо. А там рука была, что-то вы спросить что-то хотели? Нет, мне показалось. И стихотворение, которое я не читала, потому что вот всё, я читала, кроме этого одного, я его сегодня прочитаю. Я так понимаю, в Подмосковье здесь много, в Подмосковье пошумите, кто из Подмосковья приехал. О! Подмосковные требования. Москва, хоть столица, но для Подмосковья не резиденция. Наш не орёл, но птаха. В красногорских гнездец, палатах. И для перенатого населения, просит взлетающего вот это вот на заработки в Москву, уважение. Первое, значит, на электричке добирайся до метро, потом обратно в свою гонку, а это два часа туда и обратно. Просим компенсировать эту зарплату. А ещё бизнес-ланчи, ну, ребята, к таким ценам привыкшие не только лосквичи, правильно? Так, дальше. Мы требуем, братцы, сделать для столицы платную ест на их шашлычной плантации, экологический сбор для тех, у кого нет подмосковной регистрации и активный сбор на алкоголь с пятницы. Ещё требуем вернуть внутрь МКАДа ТЦ, а на них, на их месте восстановить леса и построить концертные залы. Ну, Московье, подержите, есть такие желания? Ещё, значит, в Подмосковье огурцы растают только в теплицах. Требуем, значит, теплички включить, как науковый вычет. Ну, правильно? И ещё навоз, медный купорос за дно. Ребята, в Подмосковье эта сила, за нами начинается Россия! Вот такие вот требования. И вот эти все турниры поэтов, они очень спорные, да? Что вечно, кто лучше, непонятно. Вот на фоне вот этого вот всего у меня такой экспромт. Благодарность актёрам и режиссёрам. Актёр – инструмент выражения мысли, а режиссёр – инструмент выражения смысла. А смысл спрятал, а мысль сокрыл тот, кто на листе текст сочинил. Поэт за рифмы, писатель, герой, а драматург в диалоге и споре. Читатель клубок с листа намотал, но полотно никак не соткал. И смысл не нашёл, мыслей не прочёл. Или текст оказался немного тяжёл. Писатель забыт, поэт тут убить. А драматург пыль между страницами копит. И только актёр оживил выражение мыслей, а режиссёр поплотил ощущение смысла. И смысл нашёлся. Сокрытые мысли. На сцену с листа они полились. И соткан ковёр, и картина понятна. Все образы ожили, эмоции взнятны. А, скажешь, не надо. Сам в себе существует писатель, ему просто найдётся читатель. Но вечно лишь то, что играет в театре. Читатель, он появляется в первом лишь акте. Столетиями написывается. Эпилог когда-то услышан потомком с под мосток. Так что не узнаем, мы при жизни хорошие ли мы поэты или нет. Хотя бы узнаем, поэт ли мы вечера, и то хорошо, да? И немножечко о своём дне рождения. Как-то часто меня стали спрашивать, именно на рифмос? Сколько мне лет? Вот и отвечали. А я несовременная. Я из другого века. В годах, в числах путаюсь. Где старость человека? Мне скоро 49. Я современник века. Я счастье слишком юная, и возраст не помеха. Я не буду молодой и худой. Я гордо говорю свой возраст. Я не хочу быть сухой, осочной. Я не хочу быть молодой, а взрослой. Я люблю свой опыт. И весёлые морщины. Мне не нужны бойфренды, любовники. Я люблю настоящего мужчину. Я не хочу казаться умной. Хочу вызывать авторитет и уважение. Я живу с широкой душой и делюсь своим умением. Можно гоняться за желание быть молодой, пытаться убежать от старения. Но я остаюсь сама собой. Уверенная в себе вызывает восхищение. Восхищение. Несу в этот мир позитив, как только могу. И всех призываю. Никого не покорить без улыбки. Не делайте этой ошибки. Не умничайте, не ворчите. Обходных путей не ищите. Хмурость не прикроешь букетом цветов. Мрачность не закроешь горой подарков. Улыбка открывает замки сердец. Кто послушал меня, улыбнулся, кто? Я вижу. Молодец! Это коротенький. Я заканчиваю коротенькими, маленькими. И все время кажется, вот смотришь на себя в зеркало и начепуришься, а на самом деле люди на себя смотрят со всех сторон. И самый главный определитель твоего возраста – это твоя тень. Потому что она говорит о тебе на самом деле правду. Значит, солнечные денечки. И за мной привязалась тень какой-то тетеньки. Смотрю я в зеркало, и там-то я молодая. А она вот со мной идет не такая. Совсем другая. Привязалась, как только солнце показалось. Как хорошо, что редкие солнечные дни. И еще за спиной не видать тени. И последнее. Часто, значит, когда отправляешь куда-то адкеты на всякие конкурсы, спрашивают, когда ты начал писать стихи. Вот, не знаю, прям такое важное событие, как бы, должно быть это в жизни. И кто тебя вдохновил, и твои любимые поэты. Вот меня вдохновили частушки. Я все детство провела на свадьбах. Вот, под столом. И там вот оттуда я слушала мотивные стихи. Вот они меня вдохновили. Это по-честному. Поэтому, ребятушки, ищу старушку с веселыми морщинами, с беззаботной улыбкой и хлопотливой, приятную. Сматриваясь прохожих, ни одна на нее не похожа. Ни настоящие рядом ворчащие. Ни будущие своих детей ругающих. С молодой, ребятушки, надо учить чистушки. Может, тогда в зеркале увидите такую старушку. Таня, вот такая подборочка. Ну что, Таня, вопросы. Сегодня сын в зале. А он куда-то убежал. Он специально. Я уйду, чтобы сейчас это... Нет, он думал, как раз я уйду подготовлюсь, потому что кто-то думал, что вы все вернулись. А то-то все поменялось. Так, ну как? Занимаешься любовью под музыку. Тишина. Значит, ценится тишина. Ценится тишина. Тишина и покой. Ой, Господи. Знаете, я тут поняла, что максимально очень мудрые люди. Вот в этом возрасте, в моем уже, если муж возьмет вторую жену, и у тебя будет тишина иногда. А ты еще ее погонять будешь там? Давай помоложе. Сделай для меня все по дому. Класс. То есть замногожен. Да. Да, вот знаете, с возрастом начинаешь ценить вот такие вот. Цивилизация, потому что разрушила. Шучу, конечно. Так что забудем несколько дружок. Я буду еще в том, да. Так что не рассчитывайте попасть в семью Тани Матаня. Так, здесь стоп. Спасибо, Тани Матаня. Вот он. Я сам на динамике не сока куряю. А, живой голос совсем другой? Все, перегружаемся. Дайте поцелуй. Возвращение, сынулька. Шмока дома. Здорово. Дома, но мы с собой его уж не взяли. Это не тискали. Не так, как я. Я один тискал, как мы все. Кто ты? Что ты делаешь с собой, скажи? Шмокишь. Что, Шока? Не понял, что происходит? Еще один тискал к тебе приехал. Ты думал, у меня не будет, Шмока? Что ты не показываешь? Показывай, что-то там. И, братю, не дай ручку с Сашей. Не, Ма, давай я шутку свою одну. А, все, мы убираем уже. Что ты в начальную школу, что в среднюю. И, братю, не дай ручку с Сашей. Вот, да, все. Это буквально очень страстично. Папа у Васи сидел в математике. Учится, папа за Васей весь гон. Где ей завидно, где ей слышно? Папа решает, а Вася задает. Мелом расчерчен асфальт на квадратике. Монечка-санечка прыгает тут. Весь завиданная, где я сослышана. Классы играют, а в классы не идут. Классная песня. Ага. Ваши всероссийские. А оригинал про ослика, ты знаешь? А-а. Надо тебе поставить оригинал. С чего они, они же переделывали оригинальную песню. Там про ослика. Осел, внук и дед едут. Дед на осле. Все говорят, где это видно? Внук идет рядом. Внук посадил. Где это видно? Старик идет, а внук молодой едет. Вот там такой. Угу. Своими волосами Люк говорили. Подстричься. Так зарос. Хочу отращивать. Но решили сзади оставим. А спереди все с ними. Посмотрим, что сейчас получится. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, давайте. Начались сборы на Волгу. Перестирка. Переборка. Что беру? Ой. Вот в дороге не люблю вот эти вот сборы и разборы. Подошла к окну, чтобы снять для вас дозапись, как я обычно в конце делаю. И тут такие помидорчики. Смотрите, какие у меня уже большие помидорчики. Полью заодно. Олейка пустая. Это мне мама подарила. Причем эти помидоры она уже с горшком не подарила. Ну, вот. Не знаю. Теперь уедем. У нас Костя остается. Не хочет с нами ехать. В том году он тоже не ездил на Волгу. В этом году сначала хотел. Потом мы с ним чуть-чуть поссорились. И теперь он не хочет. Ну, не из-за ссоры, а из-за там, в общем, свои у него там тараканы. Ладно. Это называется сепарация. Когда с родителями уже отпуск не проводят. Что у меня? Дима вернулся. И мы сейчас вот собираемся. У нас все. Генеральная уборка, переборка вещей. И в том числе сборка на Волгу. Поэтому следующий влог уже будет с Волги. Но чуть-чуть попозже. Потому что мы приедем в начале августа. То есть, ну, чуть сдвинется влог. И июль у нас всегда насыщенный. Два дня рождения. И вечные сборы, поездки. Всегда лето у нас. Ну, не хочет. Лето маленькая жизнь. Не хочется лето упустить. Про турнир. Потому что в прошлом видео я заканчивала турниром по этому. И говорила, что он сейчас пойдет. Так вот, он сейчас идет. То есть, тот, кто смотрит в самом начале этого видео. Ну, вот. То есть, в первые дни его выхода. Еще дня 3-4 у вас есть возможность проголосовать. Но для этого вы должны быть давно зарегистрированы на стихии.ру. И активно вести страницу, оказывается. То есть, просто так взять, зарегистрироваться и проголосовать не получится. Поэтому, если кто-то у меня есть среди моих, пожалуйста, заглядывайте, следите за турниром поэтов. Это всероссийский такой масштабный большой турнир. Многие просто жаждут на него попасть. Даже то, что меня отобрали, это уже для меня не знак качества некий. Немножко я опрофанилась с черновиками, которые я отправила. То есть, у меня было 3 дня на подготовку. И я отправила очень быстро, не перепроверив в результате второй версии. Но прочитала хорошо. То есть, видеоформат все-таки меня вытянул, что я видео хорошо прочитала. К следующему турниру я готовлюсь. Сейчас по баллам я выигрываю. И хоть и осталось 3 дня, но, скорее всего, я выйду в следующий этап. Ну, через 3 дня узнаю. Ну, я думаю, что... Потому что там реально я сильнее прочитала. Я чтец сильный. Я уж чтец своих стихов. Я достаточно сильный. Потому что есть авторы, которые не могут читать свои стихи. И вообще это другие. Ну, то есть, у них нет этого. Не вырабатывают. Я целый год тренировала эту способность. И вот она мне помогла. Следующий этап. Уже я более серьезно готовлюсь. И те, кто хочет мне помочь, то может поучаствовать в это рейдерстве. Я сейчас выставлю свои стихи. У меня есть группа, где люди помогают друг другу. То есть, мы читаем тексты друг друга и правим их. Если вы хотите. Я вас включу. То есть, присылайте мою почту. Я вас включаю в Google Документ как редактора, как модератора. И вы можете поправить мне стихи и сделать мне помощь. То есть, вы можете... Подборку стихов я сейчас буду формировать. То есть, новую, которую я буду читать. Насколько это подборка целиком хорошая. Стихи подправить. Что неблагозвучно. В общем, вступить в такой интересный творческий процесс, то, пожалуйста, присылайте. Лучше ВКонтакт пишите мне. Я с вами там буду общаться на фоне продолжения этого турнира. Которые следующие этапы, скорее всего, будут осенью. Поэтому мне за лето нужно подготовиться, выучить этот блог хорошо. Подготовить его, чтобы он письменный. Потому что в прошлый раз у меня было именно в письменной форме. Я уже исправила эти строчки. Читаю их по-другому. А в тексте не исправила были разочтения. В общем, чтобы у меня такого не было, нужно больше потратить времени именно на текстовый формат, который отправляется на конкурс. Так что помогайте, подключайтесь. Кто голосованием, кто, если хотите, редактированием. Это такой интересный творческий процесс. Вот такие вот у нас новости. И нас ждет отдых. Я вся в предвкушении. Я так рада, что как раз турнир пройдет. Я сейчас выдохну и буду загорать. А с Димой мы делаем дела перед отъездом. И сходили, постриглись, заглянули к ортодонту, сходили к зубному. И уже начали закупать. То есть мы были в магазине, нам потравились уже какие-то констовары. Дима сам выбирает. Мне это очень нравится. Поэтому, ну, наверное, стоит же сделать не формат влога, а формат обзора. Закупки школу. Перед школой. Давайте сделаем. Вернее, сделаю. В общем, ставлю себе настрой, что по приезду все это вам покажем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!